Всем привет! Сегодня рассмотрим, как скачать мою сборку, проверить, записать ее на флешку, работать на ней от любого компьютера и как записать с флешки мою сборку на жесткий диск компьютера. Самый простой путь под любым моим видеороликом и старыми там и новыми есть всегда вот ссылочка мой блог и вот отсюда идем на мою кладовочку на мега На моей кладовочке на мега находим linux mint моей сборки нажимаем на download загрузить и стандартная загрузка начинается Вот таким вот образом Когда файлик скачается, сохраним его на рабочем столе Дальше Чем записать? Вот такой вот адресочек запомните Пойдете по этому адресу и скачаете последнюю сборку программы, которая записывает изообраза на флешку для windows Вот последняя версия 2.0.18 У меня она уже стоит Хорошая маленькая программка Сама по себе она даже установки не требует Что делаем дальше? Значит, ну первым делом на вскидку проверяем работает образ или не работает Вот у меня есть программулина В ней, значит, такая опция Файл Загрузить изо файл, используя эмулятор Вот я соглашаюсь со всеми ее условиями И вот я вижу Если уж, как говорится, менюшка появилась То для меня этого достаточно То есть тут и не нужно ждать полной загрузки А то, скажем так, долго можно будет ждать Дальше Еще я проверяю, значит, образ вот так вот Значит, устанавливаю сюда этот образ Загружаю Настройки там не сложные Смотрю, как образ там грузится Как работают все программы Тестирую И если все меня устраивает Ну тогда я начинаю Подумывать о том, записать или нет Этот образ на флешку Вот, к примеру, вот таким вот образом Все это дело выглядит То есть, самые необходимые программы поставлены Которые были заявлены Хорошо Закрываем, значит, этот образ И теперь записываем при помощи программы Юми Этот образ на флешку Соглашаемся Показать все флешки Все драйвера Моя флешка вот на 14 гигабайт И вот в начале Для учебных целей Я уберу образ, который я уже записывал Удалю его И она просит добавить еще Я говорю, да, добавить Выбираю образ Выбираю минт Образ у меня расположен на рабочем столе И вот вроде бы ничего не видно Что нужно сделать Вот здесь вот Показывать все образы И вот когда я начинаю тогда вот так вот Смотреть На десктопе То я сразу этот образ нахожу И определяю размеры кладовочки Ну, где-то я могу себе позволить Кладовочку даже сделать Образ полтора гигабайта Два гигабайта здесь Под три пускай будет Мало ли что чего Да А можете создавать Без кладовочки Будет еще быстрее И нажимаем на создать Время это Отнимает дольше Обычные записи Потому что запись в кладовочке Значит Требует времени Но Ну, зато Всегда там можно Некоторые там документики Или файлики Сохранять на флешке И настройке Нажимаем на кнопочку Create Ну, и теперь, значит Прервемся, пока запись не закончится Итак, запись закончена Создание Запись, вернее Изообраза На флешку заняло 3 минуты Сейчас 46 И 16 минут Заняло Создание Кладовочки То есть процесс Создание кладовочки Он длительный То есть всего У нас ушло порядка 19 минут Вот полностью Запись этого образа На флешку Ну Повторюсь еще раз С Созданием Кладовочки На которой Можно будет Хранить там разные файлики Производить изменения на флешке И все это дело будет оставаться Итак Что мы сейчас делаем Сейчас При помощи программы РМП Вот этой Мы проверим саму флешку Вот видите, сразу появилась 14 гигабайт флешечка Cruiser Orbit Вот мы нажимаем Тест Окей И нам просто надо посмотреть Грузится или нет Наш образ Практически и все Идем сюда Чем хорош Юмик Он позволяет создавать Флешки Загрузочные Для нескольких операционных систем Вот то что мы записали Нажмем Enter И вот тут побежали строчки Ну подождем если появится вторая строчка Ну в принципе сейчас уже понятно Все Можем закрывать То есть я никогда не жду там Если уж побежала как говорится Загрузка по экрану Ну значит все нормально Откуда эту программку можно скачать Вот здесь на моей кладовочке Вот она вот так вот называется Зайдете на мою кладовочку Нажмете на загрузить Стандартно нажмете загрузку И себе скачаете Размер у нее там всего 8 мегабайт Очень маленький Итак Образ мы Скачали Записать Записали Проверить Проверим Проверили А теперь Во второй части видеоролика Я покажу как Этот образ Как с ним работать На флешке От любого компьютера И как его записать На жесткий диск Любого компьютера Итак я нахожусь на флешке Это легко проверить Вот посмотрите Жесткий диск HDD 2.73 свободно 11 используется только И Сама флешка Занимает 3 гигабайта Значит Что сейчас Будем делать Итак Цель Итак Наша цель Записать Флешку На жесткий Диск Или на раздел Жесткого диска компьютера Ну В принципе Мы можем Это сделать Двумя Способами Первый способ Просто Прямо взять При помощи программы SystemBug Записать Можно сделать Разметку жесткого диска Я возьму Прямой способ То есть Практически Будем записывать Все это дело Сразу Значит Вот идем сюда Нажимаем Нажимаем на SystemCopy Насколько мне помнится У меня на пятом разделе Жесткого диска Находился Линуксмент Да Итак Значит Что я сделаю Точку монтировки Отмечу Файл системы Всегда выбираю Extension 3 Почему Потому что Она видна В Extension 3 И в Акронисе На всякий случай Нажимаю на эту Зелененькую стрелочку Нажимаю на Next И нажимаю на Старт Ну 12.54 мы начали Ну Вот Программа Заканчивает Уже Копирование Системы У нас Это заняло 59 Так Ну 5 минут То есть Полностью Настроенную Флешку Со всеми Там Паролями И так далее То есть Полностью Настроенную Флешку Со всеми Программами Практически Мы поставили На жесткий диск За 5 минут Офис Самый последний 4.43 Ну Ну Практически Я считаю Что 5 минут Для записи Полностью Настроенной Флешки На жесткий диск Это Ну скажем так Очень приличное время Здесь Установлены Все самые необходимые Программы И поэтому Следующую часть Видеоролика Я уже сделаю С жесткого диска Компьютера И так Я загрузился С жесткого диска Значит Ну тут у меня Мега просится Чтобы я ее Значит Активировал Ну пока Немножечко Подождем Итак Я покажу Как я делаю Некоторые Настройки После активации Своей меги Я иду в настройки И Добавляю Папочку На местном Жестком диске Она у меня Находится Совершенно На другом разделе Нежели чем Сам Минт И вот я ее Указываю А теперь иду На саму папочку На меги И указываю Здесь То есть Вот эти две папочки Между собой Будут синхронизироваться Ну и добавлю еще Свои старенькие Папочки Написано Олд Старая Олд Нажму на применить ОК Ну и вот сейчас там она будет смотреть там проверять нужно синхронизироваться там или нет Вот таким Вот таким вот образом Но поскольку у меня все синхронизировано Она сразу становится красного цвета Так Что дальше посмотрим Назначить Google Chrome броузером по умолчанию Да конечно Ну сейчас я заведу пароли посмотрим как Google Chrome работает Итак я завел свои пароли для Google Chrome Все работает все нормально Меня это все устраивает Теперь значит пойдем в интернет Подключимся к скайпу Эта программа наиболее часто Используется для общения там и передачи данных в интернете То есть говорить можно с любым человеком На любом конце земного шара Обмениваться текстовыми сообщениями Говорить голосом И Также через видеокамеру Через веб камеру Видеть лицо собеседника Итак скайп у нас Работает нормально Практически Интернет есть Скайп есть Кладовочка значит Подключена Ну а там уже там Дропбокс там Или еще что другое Посмотрите сами Ну вот хорошая программка TeamViewer При помощи программки TeamViewer Практически сможете Просить помощи у других Или помогать другим Так называемый удаленный доступ К рабочему столу Человек может жить от вас на другом конце света Но если вы знакомы Общаетесь И у вас обоих Установлена эта программа То это позволяет Ему или вам управлять Рабочим столом И там помогать Объяснять там что как делать Ну значит У меня на эту тему Значит есть Несколько видеороликов Можете их посмотреть Они находятся вот здесь Они находятся вот здесь По-любому кликаете И смотрите Примеры Как работает программа TeamViewer Это вот как Скачать последнюю версию файлика TeamViewer Вот таким вот образом Значит Ну что я хочу сказать Сборка вполне приличная Что я делаю В настройках погоды Я убираю Вот эту фразу Переменная облачность А то много сильно времени Много сильно места занимает Вот я Нажимаю на нее У меня получается Скажем так Сокращенный вариант Хотя пожалуйста Можно посмотреть Вот у меня Прогноз по Ливерпулю То есть Ну все То что меня как говорится Устраивает И вполне Значит Ну Самое главное Запомните Что вам Нужно научиться Пользоваться моим блогом И командами Файликом Cherry3 Файлик Command Cherry3 Можно всегда Скачать С моего блога Там всегда Последняя версия Дается на нее ссылочка Или с моего Хранилища С моей кладовочки Тоже можно На него попасть Ну а сам Файлик Cherry3 Я его периодически Обновляю Поэтому Вот он выглядит На данный момент Вот таким вот образом Здесь Значит По Всем моим Как говорится Видеороликам Руководство Здесь Команды Чистые Ну и Вот здесь Я в отдельную графу Выделил Линукс Линукс Мин Цинамон И И И И Вот здесь Вот здесь Найти Так что Так Также Я даю Ссылочки Сразу Как скачать В последней Как 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 Подовочку И Как Зайти На мой Блог То У Под И И И И Сюда Уже Можете Скачивать Последние Версии Файлика Черри 3 Вот из этой папочки Черри Синхронизация Вот файлик Команды Видео Точка CTB Вот на него Нажимаете Нажимаете На скачать Не надо его архивировать Просто берете И скачиваете Он там Занимает место Вон 12.9 мегабайт Абсолютно крошечный Так что Ничего тут такого Я не вижу Если значит Будут у вас Какие то вопросы То Значит У меня Большая Ко всем просьба Значит Человек Задает вопрос Я ему что-то там Ответил И Дальше Очевидную проблему Решил А Для меня нужна Обратная связь Обязательно Отпишитесь Работает или не работает Не нужно там Меня хвалить Ой да ты там Такой хороший Или ой там Ты такой сякой плохой Просто напишите Работает или не работает То есть Вот тот совет Который я вам дал Пожалуйста Будьте значит Добры Уважайте автора Значит Просто напросто Держите нормальную связь Уж если вопрос задали То Обязательно Отпишитесь О результатах Ну Вот практически И все Я желаю вам Насладиться этой сборкой Потому что Сборка действительно Хороша Работает устойчиво Грузится Хорошо Быстро Плюс вот Те Команды Дополнительные Которые появились И про которые Я вам в предыдущем ролике Рассказывал Что нового В Линукс Минус 17.2 То есть У вас Здесь уже Вот Практически Готовый вариант И вы здесь Можете Творить Выдумывать Пробовать Можете Через Центра программ Добавлять Какие то там Программы Можете Наоборот Зайти там В любой Раздел Удалить Любую программу Допустим Вот Которая вам не нужна Ну вот Не пишу я там CD-диски Ну вот допустим Ну не нужно у меня Ну вот я Завожу пароль наш User Нажимаю И он Сейчас эту программу Как говорится Удалит и все То есть Я На CD На DVD Я уж там Не помню Сколько лет Уже Ничего не записываю Не использую их Пользуюсь Исключительно Только флешками Вот Таким вот образом Так что Желаю вам Всяческих Удачи В освоении Новой сборки Значит Вопросы будут Спрашивайте Но обязательно Как говорится Будьте вежливы И отвечайте Ну все Желаю Всем удачи Удачи Удачи